Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению книги Руфь. Главная тема книга Руфь – проблемы неполной семьи и как благословенные женщины Нойминь и Руфь преодолевали эту проблему. Книга Руфь находится между книгой Судей и книгой Царей. И сохранилось древнее христианское стихотворение экзегета Павлина Нольского, который пишет «Внимательным взглядом посмотрим на Руфь. Книгой краткой она времена разделяет окончание Судей Израиля и начало царей. Также тайну великого разногласия, когда две сестры на различные стали пути. Руфь идет за свекровью, которую Орфа бросает. В одной вероломство, в другой изобилует вера». В Писании сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Так вот, книга Руфь по преданию была написана самой Руфью. Как и книга Исфирь была написана Исфирью. Таким образом, мы устанавливаем, что среди авторов библейских книг были две женщины, которые при написании этих книг тоже были движимы Духом Святым. Итак, книга Руфь, которая находится между книгой Судей и книгами царей, она на самом деле является настоящим предисловием книгам царей. Первая царей и вторая царей рассказывают о царе Давиде, а Руфь, как мы знаем из Писания, это прабабка царя Давида. Но давайте вспомним, какими словами оканчивается книга Судей. 21 глава, 25 стих сказано, «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». То есть жизнь без единовластия и в светском обществе, и в религиозном обществе приводит к бесконечным разномыслиям. И святитель Василий Великий в своем трактате о Суде Божьем так и писал, «Пришла мне на память книга Судей, которая повествует о том, что каждый делал то, что ему казалось справедливым». И вместе с тем объясняет причину этого, сказав, что в те дни не было царя у Израиля. «Итак, припомнив это, продолжает Василий Великий, я подумал и о настоящем. То, что может быть страшно и страшно выговорить, но следует признать весьма справедливым. А именно, не вследствие ли отступления от единого и великого, истинного и единственного царя всяческих и Бога, и ныне происходит такое разногласие? И расприя между членами церкви, когда каждый отступает от учения Господа нашего Иисуса Христа, самовольно защищает какие-то собственные суждения и определения, и хочет скорее начальствовать вопреки Господу, нежели быть под начальством Господа». Действительно, в те древние времена среди народа Божия за отсутствием сильных религиозных лидеров и царей воцарилась некая такая анархия. Но это был в то же время период судей, но судьи уже не были такими харизматичными, как судья Ифай, как судья Самсон и другие. Итак, мы вступаем в книгу «Руфь», которая начинается словами. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких». В еврейском оригинале эта книга начинается словами «Вайхи». и древнееврейская экзегеза, которая без сомнения восходит ко временам Второго Храма, когда еврейский народ еще оставался быть Церковью Божией, Ветхозаветной Церковью. Вот это выражение «Вайхи», хотя оно и переводится как «в те дни», но оно указывает на то, что было очень тяжело. И древние еврейские экзегеты, они обратили внимание, что этот звук, это словосочетание «Вайхи» встречается в тексте Писания, тогда, когда говорится об очень тяжелых каких-то временах, о каких-то страшных событиях. Когда человек ужасается этих событий, он восклицает «Вай», а когда уже совсем стесненный, не могущий даже уже кричать, «Хи», как бы уже и дыхания у него нету, и он весь сжат, весь ограничен. И действительно, в Писании, где мы находим этот звук, это словосочетание, мы видим, что действительно описываются какие-то события, и, в общем-то, не очень радостные. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». А как это может быть связано? «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». Это все равно, что сказать. «В те дни, когда был такой-то президент, были пожары, например, в Подмосковье». А как это может быть взаимосвязано? И вот эта проблема экзогетическая, она решается так. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». На самом деле, это надо понимать, в те дни, когда судили судьи, то есть, когда осуждали судьи, то есть, осуждали правительство, начальство, как политическое, так и религиозное. Когда осуждали представителей политического и религиозного эстаблишмента, вот в наказании за такое хамидство Бог послал голод на землю, потому что только единое державие может ограничивать людей, спасая их от хаоса. И если нету такого абсолютного самодержавия, то хотя бы управление судей, без чего люди бы просто начали пожирать друг друга. Поэтому мы всегда должны сохранять уважение к царям, к правителям. Это светская власть, к служителям церкви, патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы. Это духовная власть. И правильное отношение к власти, как поставленной над нами Богом, воцаряет порядок в мире. А в противном случае, когда мы осуждаем тех, которые стоят над нами, может действительно случиться голод на земле. И далее мы читаем, «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Мавицких». И из контекста мы уже знаем, что случился голод и один человек пошел из Вифлеема Иудейского в поля Мавицкие. Здесь есть некая игра слов. Дело в том, что Вифлеем по-еврейски «бетлахэм» переводится как «дом хлеба». Получается, что пошел один человек из дома хлеба в поля Мавицкие искать хлеб. Сразу возникает вопрос, но если это «дом хлеба», то, наверное, здесь надо питаться. И если на какое-то время Господь посылает голод, может быть, есть смысл переждать, когда эти божественные санкции, они прекратятся и жизнь как-то нормализуется. Поля Мавицкие – это символ языческого мира. Поля Мавицкие – это место гиблое, где может затеряться человек. И когда человек покидает свою землю, свою страну, свой народ, он это делает, потому что он разочаровался в своем собственном народе. И отцы говорят, что мы никогда не должны переживать разочарование в других верующих. Мы можем пережить покаянные разочарования в самих себе, но мы никогда не должны переживать разочарование в других верующих, судя о каждом из них, прежде всего, с лучшей стороны. И это спасет нас чувство разочарования по отношению к ним. Проблема первого стиха, экзогетическая проблема, заключается в том, что здесь говорится о действии человека, и пошел один человек. Но его имя не называется. Вот когда в Библии, особенно в Ветхом Завете, мы это встречаем, это значит, Бог недоволен действиями этого человека. А если имя называется, а потом говорится о неком действии этого человека, уже обозначенного именем, здесь как бы все нормально. А когда имя пропадает, просто говорится, пошел один человек. Это божественное неудовольствие. И более того, мы знаем, что когда имя повторяется дважды, это особое Божье одобрение. А исчезает имя, это Божье неудовольствие. А в каком случае имя человека может повторяться дважды? Например, в случае с Авраамом. Авраам, Авраам. В случае с Моисеем. Моисей, Моисей. В случае с пороком Самуилом. Бог обращается. Самуил, Самуил. И это всегда означает особое одобрение. Блаженный Иероним в своем трактате «Еврейские вопросы», так называется этот трактат, он пишет, «Согласно иудейской традиции Элемалех, муж Наимине и отец Махлона и Хелиона, и есть тот муж, во времена которого остановилось солнце из-за преступлений закона для того, чтобы люди, увидев такое чудо, обратились к Господу Богу своему. А поскольку они презрели и не сделали этого, то голод усилился, чтобы тот, кто в колени Иудинам казался выдающимся, то есть Элемалех был выдающимся человеком, не только оказался вытесненным нуждою и голодом из родной земли вместе с женой и сыновьями, но и продолжал сыновьями терпеть нужду на чужбине. И вот здесь мы видим, что люди осуждали духовенство, осуждали власть, правительство, своих начальников, во-первых, потому что они стали сомневающимися во всем. Чудеса Божии их не вразумляли, они как-то находили возможность обходить реальные факты, когда Господь действует с открытием своего лика и осуждать представителей религиозной традиции. И вот ниже появляется имя этого человека, сказано имя человека того Элемелех, Элемелех. Имя Элемелех означает царь, ищущий милосердие Божие. Вот так тоже можно понять это имя. Почему? Потому что Эль, Иль, Аль, это сокращение имени Божия Элогим, которое в славянно-русской Библии переводится словом Бог, транслитерируется словом Бог, оно означает меру божественного правосудия. А сокращение имени, которое означает правосудность Божию, это просьба о милости по отношению к наказывающему судьи вселенной. Поэтому Элемелех это царь, ищущий милосердие Божие. Но он неправильно ищет милосердие Божие. Ему надо было претерпевать суды Божьи до конца, а он уходит, может быть, даже в поисках милосердия Божия, в поля Мавицкие. Ну, что он там мог для себя хорошего найти? Имя жены его Наиминь, Науми по-еврейски приятное. Вот такое красивое имя. А имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ифрафяне, ифраф это некое место географическое, но ифрафянин в книге Руфь и в первой книге царей означает очень уважаемый человек. Двойственный смысл. Они были ифрафяне из Вифлеема Иудейского и пришли они на поля Мавицкие и остались там. Вот в этом стихе очень поражают имена детей. Ну представьте себе имя первенца Махлон. Махлон это слово махала то есть болезнь. Ну кто же ребенку даст имя болезнь? А имя второго ребенка Хелион от еврейского Кильон мор эпидемия тотальное уничтожение. Ну кто же такие имена дает детям? Что это может означать? В Ветхом Завете мы видим что некоторые люди пророки давали своим детям даже иногда по прямому Божьему указанию символические имена. То есть Элемелех не сразу покидает Вифлеем. Он сначала пытается вразумить то общество в котором он живет. В те дни не было царя у Израиля каждый делал то что ему казалось справедливым. Как мы прочитали. И Элемелех говорил этим людям вы больны вы больны если у вас нету единства политического религиозного вы больны как и в Евангелии сказано если царство разделится само себе оно не устоит. Но больной человек может поправиться. потом в Писании сказано что лучшая пора труд и болезнь. Когда человек трудится он понятно не грешит или когда человек болен ему тем более не до греха и в Писании сказано что страдающий плотью перестает грешить. Поэтому болезнь может привести человека к прощению Божию когда он будет каяться. поэтому вот мы видим что слово махала болезнь оно очень близко к слову мехила прощения мехила прощения то есть когда мы заболели это еще не конец мы можем совершить покаяние перед Богом тешува перемену образа мышления и тогда мы можем пережить мехила то есть прощение. от Бога и вот он дал такое символическое имя своему первенцу но эти люди они не раскаялись в своих социальных общественных и духовных недугах и когда у него рождается другой сын он дает ему имя Хелион от Кельон мор тотальное истребление эпидемия то есть он переживает полное разочарование своих соплеменников он как бы говорит все вы не просто больны вы смертельно больны нет выхода из этой ситуации и он покидает Вифлеем пережив вот такое разочарование в народе божьем это его ошибка может быть поэтому он не стал царем хотя его имя так переводится мы можем перевести как царь божий Эли Мелех и следующий стих и умер Эли Мелех муж на имени то есть в полях мавицких и осталась она с двумя сыновьями своими смотрите когда говорится впервые о нем мы понимаем что это очень серьезный человек человек очень значимый даже возможно пророческий дух касался его если он давал такие символические имена своим детям а вот когда он умирает мы же прочитали и умер Эли Мелех муж на имени а мы и так знаем что он муж на имени почему же писание повторяет он умирает в этих полях мавицких только как муж своей жены он все потерял разорился он потерял свое достоинство честь своего положения высокого положения судьи среди народа божия он не перенес того что судили судьи все время осуждали духовенство и когда он умирает с ним только жена умирает как муж своей жены не как судья своего народа потому что он все потерял и осталась она с двумя сыновьями своими они взяли себе жен из мавитянок это была их очень такая серьезная ошибка но господь никогда не попускает зла не имеет целью и зло обратить в добро во благо как учит блаженный августин в книге второзакония 23 глава 3 стих сказано что мавитянин и в десятом поколении не принимается в народ божий и они как бы нарушают эту заповедь из пятикнижей моисея вот эти два сына но имень они берут себе жен из мавитянок имя одной орфа оно означает затылок или спина а имя другой руф руф по-еврейски рут означает красота и жили там около десяти лет на что нам может указывать вот это уточнение что они там жили около десяти лет во времена ветхого завета существовал такое галактическое правило если евреи оказываются на чужбине и там они женятся на каких-то девушках если в течение десяти лет не рождается ребенок они могут развестись а если на святой земле то как бы разрешение на развод им не дается и что происходит далее но потом и оба сына ее читаем мы далее Махлон и Хелион умерли и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего то есть они умирают за десять лет у них не появились наследники собственно говоря они уже были мертвы почему потому что в понимании ветхозаветной церкви вот как верующие разумели в то время мертвым считался не только физически мертвым физически мертвый человек мертвым считался прокаженный мертвым считался нищий и человек который не имеет детей потому что его жизнь не имеет продолжения и они умирают как бы дважды они не имеют наследников нет продолжения их жизни и они умирают физически и осталась та женщина Нойминь после обоих своих сыновей и после мужа своего и встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавицких ибо услышала на полях моавицких что Бог посетил народ свой и дал им хлеба то есть в Вифлееме в Бетлехеме в этом доме хлеба опять хлеб и вот здесь сказано что она встала и пошла почему-то как бы дважды об одном то есть она начинает некое движение и вот такие уточнения здесь мы видим слово халтия которое может указывать на то что она пошла босиком вот древние именно так истолковывали это слово то есть они все потеряли Нойминь потеряла мужа который разорился окончательно в полях мавицких Нойминь потеряла сыновей она осталась с этими двумя мавитянками и она теперь возвращается к себе домой и вышла она из того места в котором жила и обе снохи ее с нею когда они шли по дороге возвращаясь в землю иудейскую то есть шли как раз босиком Нойминь сказала двум снохам своим пойдите возвратитесь каждый в дом матери своей да сотворит Господь с вами милость как вы поступали с умершими и со мною вот здесь очень интересный текст здесь говорится о том что можно совершить милость по отношению к умершему и к живому в каком случае ну например когда во имя умершего кто-то начинает кормить живых чтобы они молились за этого умершего то есть организует помин и со всяческим тщанием все делает как положено как принято в той местности и так Нойминь начинает отговаривать этих своих невесток идти с нею у них нету будущего среди божьего народа в земле Израиля потому что в законе божьем сказано мавитянин и в десятом поколении не войдет в народ божий и она понимая это начинает их отговаривать она говорит далее да даст вам господь чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа и поцеловала их но они подняли вопль и плакали и сказали нет мы с тобою возвратимся к народу твоему и так получается что Нойминь возвращается к своему народу она осуществляет алью восхождение а эти невестки очарованы этой своей свекровью ведь Нойминь это имя переводится как приятное эта женщина расположила их к себе и в некотором смысле к своим вероубеждениям очень важно чтобы каждая свекровь была бы заботливой по отношению к своим невесткам вразумляла их духовно наставляла и окорбляла но Нойминь не понимает что они там будут делать в святой земле их не примет народ божий Нойминь же сказала возвратитесь дочери мои зачем вам идти со мною разве есть еще у меня сыновья в моем чреве которые были бы вам мужьями в Моисеевом законе был такой закон закон о ливерате если у женщины умирал муж от этого брака не было детей то один из братьев мужа должен был взять ее себе в жены чтобы она родила ребенка и рожденный ребенок считался бы не его ребенком а ребенком того который умер чтобы продолжить семя брату своему но Нойминь говорит что у нее нету других детей во чреве которые были бы вам мужьями если даже она сейчас зачнет ребенка наимень от кого она зачнет даже если она вступит в повторный брак они же не могут длительное время ждать когда кто-то вырастет разве есть у меня сыновья в моем чреве которые были бы вам мужьями восклицает она возвратитесь дочери мои пойдите ибо я уже стара чтобы быть замужем то есть она и не собирается вступать в новый брак да если бы я и сказала есть мне еще надежда и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей то можно ли вам ждать пока они выросли бы действительно это было бы очень тяжело для этих женщин можно ли вам медлить и не выходить замуж действительно каждая женщина в том числе и вдовая женщина она имеет право на свое женское счастье и она имеет право вступать в новые брачные отношения это не возбраняется законом божьим и она восклицает нет дочери моей я весьма сокрушаюсь о вас ибо рука господня постигла меня то есть она понимает что это наказание не прямое наказание по отношению к ней а по отношению к мужу который повелся неправильно будучи судьей божьим они подняли вопль и опять стали плакать вот так эти мавитянки орфа и руфи они буквально влюбились в наимень и орфа имя которое означает затылок и спина простилась со спекровью своею а руфь осталась с нею то есть орфа показывает затылок наимень поворачивается к ней спиной хотя она рыдала сокрушалась хотела идти с ней в землю обетованную но в конце концов она покидает наимень и руфь орфа орфа жена хелиона и с точки зрения древних экзегетов она по своим духовным качествам выше руфи почему потому что бог не посылает людям испытания сверх их сил если у руфи муж имя которого означает болезнь то у орфы муж имя которого означает смертельная болезнь и бог не может послать человеку тем более женщины испытания не по ее силам и если бы орфа осталась бы со своей свекровью наименей и пришла бы в землю обетованную может быть она стала бы именно прабабкой царя Давида и потом праматерью Господа Иисуса Христа но орфа не выдержала всех этих объяснений что с точки зрения закона у них нет будущего у них ничего не получится испугавшись закона она упекает от благодати и есть древнее предание которое без сомнения восходит ко временам второго храма что орфа станет никем а иным как матерью чудовища Голиафа который будет бороться с царем Давидом и будет умершвлен царем Давидом мать Голиафа а Голиаф то образ антихриста который выступает в ярости против церкви аруфь остается со своей свекровью почему теперь мы сейчас откроем книгу судей четвертая голова с пятнадцатого стиха и ниже здесь как бы предыстория кто такая руфь тогда возопили сына Израилевы Господу и Господь воздвигнул им спасителя Аода сына Геры сына и Мениева и Мениева который был левша и послали сына Израилевы с ним дары Эглону царю Мавицкому Эглон царь Мавицкий по древнему преданию это отец Руфи и отец орфы Аод сделал себе меч с двумя остриями длиною в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру и пришел и поднес дары Иглону который был угнетателем божьего народа царю Мавицкому Иглон же был человек очень тучный когда поднес Аод все дары и проводил людей принесших дары то сам возвратился от истуканов которые в Галгале и сказал у меня есть тайное слово до тебя царь вот этот судья Аод говорит что у него есть тайное слово для царя для этого тирана он то есть Иглон сказал тише и вышли от него все стоявшие при нем то есть он отсылает всех посторонних Аод вошел к нему он сидел в прохладной горнице которая была у него отдельно и сказал Аод у меня есть для тебя царь слово Божие Иглон встал со стула пред ним когда он встал Аод простер левую руку свою и взял меч справа в бедра своего и вонзил его в чрево его так что вошла за острием и рукоять и тук закрыл острие ибо Аод не вынул меча из чрева его что происходит смотрите происходит умершвление нечестивого царя но при этом судья Аод ему говорит у меня есть тебе слово от Господа и вот этот нечестивец мавицкий царь встал услышав имя Божие да он был нечестивец да он был язычник но он почтил он почтил имя Божие и за это он сподобился стать праотцом Господа Иисуса Христа не больше не меньше потому что Руфь она была царского происхождения как раз от Иглона и конечно Иглон нечестивец но вот чему же нас может еще научить Писание не тому же что можно обмануть человека именем Божьим а потом погубить его нет здесь более глубокий смысл более таинственный он как бы не лежит на поверхности тела но он разгадывается в контексте вот именно книги Руфь Руфь была царевна мавицкая дочь этого царя Иглона как и Орфа была его дочь таким образом Голиаф и Давид оказываются в неком родстве через мавитянку Руфь которая была сродницей Орфы Наиминь сказала Руфи Наиминь любит конечно и Орфу и Руфь но она понимает что их надо отговаривать Наиминь сказала Руфи вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам видите она ушла в свою религию и возвратись и ты вслед за невесткой твоею но Руфь сказала не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя вот здесь немножко непонятно почему Наиминь призывает ее вернуться к ее богам то есть к идолам кастуканам на самом деле Наиминь испытывает Руфи она хочет убедиться что ее намерения они не только вызваны ее симпатиями к Наиминь но имеют и некое религиозное значение но Руфь сказала не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя но куда ты пойдешь туда я пойду и где ты жить будешь там и я буду жить народ твой будет моим народом и твой бог будет моим богом и вот здесь конструкция этого стиха очень сложная создается впечатление что Руфь здесь отвечает на некие вопросы Ноиминь и предлагается такая версия Ноиминь говорит ей Ноиминь как бы ее катехизирует но при этом предупреждает нам запрещено выходить за субботние пределы то есть субботний день разрешается проходить только определенные расстояния на это Руфь отвечает куда ты пойдешь туда и я пойду Ноиминь говорит у нас запрещено уединяться мужчине женщиной если она не его жена а Руфь отвечает где ты заночуешь там и я заночую то есть я не буду ночевать непонятно где тебе не придется краснеть за меня Наиминь как бы говорит наш народ отличается от других народов нам нужно выполнять все заповеди которые дал нам Господь а Руфь отвечает твой народ мой народ Наиминь как бы говорит нам запрещено идолопоклонство почитание любых других богов кроме истинного бога а Руфь говорит твой бог мой бог и давайте посмотрим что пишет Амруси Медиаланский Руфь вошла в церковь и стала израилетянкой то есть она вошла в ветхозаветную церковь заслужила чтобы считаться одной из самых великих служительниц Господа она избрана по родству души а не плати и нам надлежит восхвалять ее ибо как она заслужила избранности своими делами и нам нужно заслужить считаться возлюбленными избранниками церкви Господней чтобы мы подражая ее примеру смогли сказать тому кто подобно Павлу или иному епископу призывает нас чтить Бога народ твой будет моим народом и твой Бог моим Богом и мы находим имя Руфи в родословии Господа нашего Иисуса Христа она именно про Матерь Господа по прямой далее она говорит и где ты умрешь там и я умру и погребена буду она говорит с уверенностью совершенно очевидно что в те времена каждый народ хоронил своих усопших только в своих особых погребальных местах как единоверцев и она начинает даже заклинать себя пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает смерть одна разлучит меня с тобою Наимин видя что она твердо решила идти с ней перестала уговаривать ее и шли обе они доколе не пришли Вифлеем когда пришли они Вифлеем весь город пришел в движение от них и говорили это Наиминь потому что она не просто Наиминь она была жена Элемелеха этого царя Божьего судьи и весь город действительно пришел в некое движение она сказала им не называйте меня Наиминью они кричали это Наиминь это вот приятное она сказала не называйте меня Наиминью а называйте меня Марой Мара это значит горькая действительно горькая судьба на полях Мавицких где она очень многое потеряла и с ней только вот одна ее невестка которая изменит всю ее жизнь в лучшую сторону не называйте меня Наиминью а называйте меня Марой потому что Вседержитель послал мне великую горесть и вот очень интересное объяснение святителя Дмитрия Ростовского но что в Руфе было утешительного способного к освобождению от печали когда она была такой же нищей сирой и вдовицей то что она стала Руфь стала прообразом Марии матери Христовой ибо и она была одной из праматери его Христа как сказано в Евангелии от Матфея Ваос родил Авида от Руфи Авид родил Есея Есей родил Давида царя который был процем Христа по плоти и Дмитрий Ростовский продолжает это и утешало наиминь в печали ибо когда она видела Руфь радовало сердце ее тайно извещаясь что от ее плода произрастет радость всей вселенной Иисус Сын Марии и если только тень Марии могла притворить то есть растворить печаль в радость превратить ее в радость то тем более сама Мария мать всякого утешения утешит нас во всякой нашей скорби внутреннего и внешнего человека уврачует только прибегнем к ней верою и привяжемся такой же любовью как Руфь привязалась любовью к Наимии да неразлучны будем с нею с Девой Марии во все дни жизни нашей о госпожа будь с нами во все дни до скончания века вот такое интересное объяснение находит святитель Дмитрий Ростовский и далее мы читаем а что говорит Наиминь я вышла отсюда с достатком иначе бы она не смогла бы сосватать царевин я вышла отсюда с достатком а возвратил меня Господь с пустыми руками зачем называть меня Наиминью когда Господь заставил меня страдать и в содержитель послал мне несчастье и возвратилась Наиминь и с нею сноха ее Руфь Мавитянка пришедшая с полей Мавитских и пришли они Вифлеем в начале жатвы ячменя а чему нас может научить это уточнение в начале жатвы ячменя начало жатвы ячменя на Пасху они пришли на Пасху Наша Пасха Христос закланной за нас в христианском понимании ибо пшеницу собирали на день Пятидесятницы а ячмень в пасхальные дни все это было очень символично поэтому Руфь которая считается написавшая эту книгу она вот эти детали ничего не упустила и последнее блаженный ироним пишет в одном из своих посланий Руфь чужестранка не оставляла наимень смотри как велика заслуга в том чтобы не оставлять в одиночестве от ее семени родился Христос то есть те которые не оставляют в одиночестве других особенно вдовиц особенно пожилых они сподобятся благословения от Бога как Руфь сподобилась стать матерью Господа Иисуса Христа и ее отец нечестивый почтил имя Господа и встал хотя он встал на смерть и она сама проявила удивительные качества и присоединилась к народу Божию да в Писании сказано мавитянин и в десятом поколении не может войти в народ Божий мавитянин не может а мавитянка может и смогла Руфь прабабка царя Давида праматерь Господа нашего Иисуса Христа